Аборт с духовной точки зрения Решая сделать аборт, отец и мать подвергают аборту живой потенциал ребенка, заложенный в нем с момента зачатия. Дитя в утробе, а также душа, которая уже стала частью этого тела, имеет сознание. Она осознает своих родителей, ждет часа рождения и возможности исполнить свою миссию. Именно по этой самой существенной причине аборт во все времена был преступлением против закона Бога. Поняв идею непрерывности существования души, мы осознаем, что дитя человека в утробе – это зрелая душа со своими сложными мыслями и чувствами, только с неразвитым телом. Тело малыша – величайшее чудо. Это Божий дар любви мужчине и женщине. Новый дом, в котором душа поселяется, осуществляя процесс слияния с ним в период от зачатия до рождения. Душа, привязанная к этой хрупкой форме, стоит на пороге рождения и просит позволить ей прийти в жизнь. Она беззащитна и полностью находится во власти своих родителей и общества. Каковыми бы ни были мнения с духовной точки зрения, новая жизнь рождается в момент зачатия. С этого момента дух начинает вплетаться в ткань разбивающегося в утробе тела уникальной души, уникальной ДНК и уникального потенциала. Бог не просто вставляет душу в тело, подобно тому, как вы вставляете подушку в наволочку. Слияние души с развивающимся телом – процесс сложный. На самом деле он продолжается и после рождения. Когда дитя, подобно Иисусу, растет и крепнет в духе, сознание Христа постепенно, шаг за шагом, год за годом, нисходит в его храм. Таким образом, слияние души с телом и с высшим «я» начинается с момента зачатия и продолжается и в зрелые годы. Как вы видите, еще не родившееся дитя – не просто результат зачатия, часть тела матери или кусочек ткани. Дитя – это жизнь, жизнь, зарождающаяся в чреве. Дитя – это жизнь, жизнь, зарождающаяся в чреве.